Итак, мы заслушали прекрасные доклады о первичном хирургическом лечении и интервальных первичных циторедуктивных операциях. Моя задача больше рассказать о лекарственном подходе к лечению рак-речников. Мы не будем говорить о начальных стадиях процесса, мы говорим о распространённом заболевании. И если говорить о стандартном лечении рака леченков, уже сегодня много говорили, что это неоднородная патология. И у нас эпитериальные упали леченков подразделяются в зависимости от гистологического варианта. Молекулярно-генетические исследования сейчас проводятся, но пока мы можем индивидуально подходить к лечению данной патологии. Наверное, только вследствие наличия БРК-мутации. Ну и есть небольшие работы, небольшие особенности для low-grade серозного рака леченков. Это то, что на сегодня рекомендовано во всём мире. Но основная масса, конечно, исследований, которые проводились, и в основном при первичном обращении, которые к нам приходят, это, конечно же, 80% high-grade серозного рака леченков. И подход к лечению, к лекарственному лечению, это химиотерапия с платиновыми агентами, с токсанами. Вот вы видите основные комбинации, которые на сегодня разрешены, рекомендованы во всём мире, вне доказательности. Это все вариации платинотоксановой терапии, ДОСДЭС, еженедельный, раз в три недели, с добавлением биоцезумаба. Ну, вот и в Америке рекомендована хайпэк химиотерапия после интервальной циторедуктивной операции. Ну, по поводу low-grade есть небольшая особенность. Уже сегодня Анна говорила о том, что как раз low-grade серозные раки, они отличаются своими молекулярно-генетическими особенностями, они плохо отвечают на химиотерапию. Ну, и, наверное, единственная работа с клиническим выходом, это вот работа Гершенсена, которая была посвящена использованию гормонотерапии в качестве поддерживающего лечения при распространённом раке личников. Это включались пациенты со второй по четвёртую стадию, и одна группа была после первичного лечения химиотерапией под наблюдением, другая – гормонотерапия. И в этом исследовании было показано, что поддерживающая терапия гормонами, она демонстрирует достоверно лучшие результаты и по выживаемости в спрогрессировании, и по общей выживаемости, при этом вне зависимости от рецепторного уровня. И единственная, как я уже упомянула, опция, которая сегодня у нас вошла в стандарты лечения, действительно с персонализированной терапией, это Берсей-мутация. Но в более ранних исследованиях было показано, что во всём мире процент мутации Берсей, имеется в виду и герминальных, и соматических, встречается в районе 20-22%. В России, по данным исследований Аватар, этот процент повыше, в районе 35%. Но и встречаются другие нарушения в системе гомологичной рекомбинации, при наличии которых тоже сегодня уже имеется опция таргетной терапии. То есть кроме наследственных мутаций, ещё в другом исследовании изучались нарушения в системе гомологичной рекомбинации, то есть это плюс ещё 19% пациентов, которые будут иметь данные нарушения, и измеряются эти нарушения так называемым тестом HRD. Более 42% это как раз позитивный тест. Итак, когда мы сегодня принимаем решение по лечению, первичном лечении рака и щенков, мы должны много что учитывать. Во-первых, первым делом мы должны принимать решение, с чего мы начинаем, с неодиуатной химиотерапии, либо с первичной цитрадуктивной операции. Второе решение, которое мы должны принимать, это химиотерапия. Мы видели, что фатя и химиотерапия у нас, паклитоксил, карбоплатин, остаётся стандартом, но различные вариации этих режимов. То есть мы должны выбрать, какой же нам режим химиотерапии выбрать. Ну и третье решение – это добавление биоцузумаба. Стоит или не стоит добавлять биоцузумаба. И желательно, конечно, уже знать на этапе операции химиотерапии статус Берсея, то есть тестирование. Итак, по вопросу химиотерапии. Ну, достаточно старое исследование. Сегодня на самом деле вопросы изучения химиотерапии, именно различных вариаций химиотерапии, не проводятся. То есть сейчас весь акцент на таргетную терапию, исследования на обнаружение каких-то макулярно-генетических нарушений при раке ячинков. И мы имеем все те же старые исследования по поводу химиотерапии. Ну вот одно из исследований, это ГОК-172, которое изучало антребрушинную химиотерапию. И было показано, что именно антребрушинная химиотерапия в этом исследовании она дала преимущество по отдаленным результатам лечения. Но потом уже при анализе пациентов с Берсеей-мутацией, ну тут не Берсеей-мутацией, изучалось о содержании белков Берсеей. То есть если их нет, значит дефицит Берсеей. И было показано, что у пациентов, у которых не было белка Берсеей, то есть возможно вследствие мутации или других нарушений в генах Берсеей, и их достоверно улучшат отдаленные результаты лечения. И на самом деле авторы говорили про то, что скорее всего это связано просто с большой дозой цисплотина. И действительно сегодня уже большой существует метанализ по внутребрушинному использованию химиотерапии, где авторы свели все исследования, которые изучались по внутребрушинной химиотерапии. И оказалась вот та стандартная доза, которая сегодня уже используется для внутребрушинного введения, она не дает преимуществ по отдаленным результатам лечения. То есть возможно, конечно, вот эта доза и сыграла большую роль у Берсеей мутеронных больных. Также ДОСДЭС режим, он проводился на японской популяции пациентов. И была работа МИТОСИ по изучению еженедельного введения карбоплотина, ауктовая поклитаксила, 80 мг на метр квадратный, где эти режимы продемонстрировали, еженедельные режимы и ДОСДЭС режимы продемонстрировали лучшие результаты лечения. Однако позже было проведено исследование ICON-8, целью которого как раз было сравнить все режимы между собой стандартным режимом раз в три недели у пациенток, распространенным раком лечения. И оказалось, что и выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость была совершенно одинаковая. То есть у европеоидов трехнедельный режим равен эффективным всем остальным режимам. Также в этом исследовании был проведен подгрупповой анализ, где было показано, что да, с одной стороны интервальные цепи, интервальные цепи отмечались меньшие цифры выживаемости без прогрессирования, но это исследование, эти данные говорят еще о том, что в нео-адюбантном режиме также трехнедельный режим они имеют равную эффективность и ДОС-ДЭНС еженедельным режимом, потому что одно время бытовало мнение, что для нео-адюбантного режима для получения наилучшего ответа лучше использовать ДОС-ДЭНС режима. На самом деле все режимы равноэффективны, то есть трехнедельный режим такой же, столь же эффективен, как и еженедельный ДОС-ДЭНС режим. Вопросы сбиваться зумабом. Два исследования в первой линии были проведены, все мы хорошо их знаем. В этом году опубликовано еще одно исследование, о котором я тоже сейчас упомяну. Но в этом исследовании было продемонстрировано, что БЕВАЦИЗУМАП увеличивает отдаленные результаты лечения от общего выживаемости только в группе высокого риска. То есть по ICON-7 это третья и четвертая стадия заболевания, неоптимальная цитаредукция, которая считалась больше 2 сантиметра, и в группе 218, это у пациентов четвертой стадии заболевания. И в этом году была опубликована на АСКО работа, БУСТ-исследование, целью которого было посмотреть, дает ли увеличение количества поддерживающей терапии БЕВАЦИЗУМАПа в лучшие результаты терапии. То есть здесь сравнивали БЕВАЦИЗУМАП 15 месяцев, тот стандарт, который мы сегодня используем, с БЕВАЦИЗУМАПом 30 месяцев. И оказалось, что увеличение в 2 раза поддерживающей терапии БЕВАЦИЗУМАПа не улучшило достоверно отдаленные результаты лечения. 15 месяцев достаточно для лечения ракоинчников. Еще немного расскажу про неоадювантное использование БЕВАЦИЗУМАПа, потому что достаточно часто используют данный режим, то есть использование БЕВАЦИЗУМАПа в неоадювантном режиме. Было проведено исследование НОВА, которое в предоперационном режиме использовало БЕВАЦИЗУМАП вместе с химиотерапией и сравнивалось с одной химиотерапией. А после операции, уже после интервальной цепередукции, БЕВАЦИЗУМАП вводился стандарт на обоих рукавах. На самом деле в этом исследовании выживаемость без прогрессирования была совершенно одинакова. То есть БЕВАЦИЗУМАП, он не улучшил отдалённый результат, если его использовать в неоадювантном режиме. И вопрос ХАЙПЭКа. ХАЙПЭК, третья фаза исследования, на сегодня утраки яичников это одно лишь исследование, это нидерландского автора. В принципе, достаточное количество пациентов. И здесь именно ХАЙПЭК использовался после интервальной цепередукции, да, то есть это достаточно тяжёлая группа больных. Это исследование позитивное, оно показало достоверно лучшие результаты использования ХАЙПЭКа после интервальной цепередуктивной операции. Поэтому и в МССН, в принципе, данная опция одобрена. Но много скоров данного исследования и дальние сейчас продолжаются исследования в этом направлении. Итак, следующий вопрос, когда мы осуществляем выбор терапии, да, это поддерживающая терапия. Либо у тех пациентов, которые без Бевоцезумаба добавлять или не добавлять им пароконгибитор, те пациенты, которые получали Бевоцезумаб, отменять им или оставлять Бевоцезумаб, добавлять ли парконгибиторы. Ну, по вопросу парконгибиторов у нас сегодня проведено несколько исследований. Во-первых, исследования касались и пациенток, которые получали Бевоцезумаб, исследования ПАОЛА и вот исследования Исследования СОЛА, да, то есть пациентов, которые получали Бевоцезумаб. Как нам в этой ситуации с ними быть. Ну, исследование ПАОЛА целью было посмотреть именно у всех пациентов третьей-четвертой стадии заболевания после цитридруктивной операции, платно содержащей химиотерапии, посмотреть, добавляют ли лопарин лопарин, а лопарин, бевоцезумаб лучше результаты лечения, потому что в предклинических исследованиях было показано, что лопарин и бевоцезумаб обладают выраженным синергизмом. Все пациенты включались, анализировались, и оказалось, что, во-первых, во всей группе пациентов у нас достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования отмечается более чем на 5,5 месяцев, и дальше уже проанализировали в зависимости от мутации. То есть группу брали пациентов с наличием герминальной соматической мутации и проанализировали группу больных без этих мутаций. И оказалось, что в обоих группах отмечалось лучшее преимущество двойной комбинации, но у мутированных больных эффективность лечения комбинации она достоверно выше, то есть фактически на 16 месяцев лучше выживаемость без прогрессирования двойной комбинации. И, конечно, получив лучше результаты лечения группы немутированных пациентов, посмотрели один показатель, о котором я раньше упоминала, так называемый HRD-тест, это нарушение гомологичной комбинации, которая рассчитывается по баллу, и оказалось, что у пациентов с HRD-позитивным статусом только у этой группы больных имеется достоверное преимущество аж более чем на 15 месяцев выживаемости без прогрессирования. А вот у пациентов с HRD-мегативным статусом добавление аллопориба не улучшило отдаленные результаты лечения. То есть мы понимаем, что это плюс еще 20% пациентов к нашим мутированным больным будут иметь преимущество от добавления аллопориба отбиваться зумагу. Сегодня во всех исследованиях изучается выживаемость без здорового прогрессирования. Это важно, когда назначается откладывание начала химиотерапии. И мы видим, что у пациентов с HRD-позитивным статусом у нас на 20 месяцев увеличивается выживаемость без прогрессирования. И у пациентов с мутацией также отмечается больше, чем на 15 месяцев увеличение выживаемости без прогрессирования. А при HRD-негативном тесте добавление аллопориба не демонстрирует никаких преимуществ лечения. И в разделении на группы высокого и низкого риска, и в группах высокого риска, и в группе низкого риска, даже дельта больше в группе низкого риска, у нас отмечается преимущество от добавления аллопориба к биоцизумабу у пациентов с HRD-позитивным тестом. И вопрос поддерживающий терапию парпингибиторами. Также у нас встает была группа больных, и те пациенты, которые не получали биоцизумаб, исследовали СОЛА-1. Оно и по ОЛА-1. СОЛА-1 исследование было посвящено пациентам только с мутацией в РСЕ. Также третьей-четвертой стадии заболевания лечено платье, содержащей химиотерапии, и два года больные должны были получать поддерживающим терапию аллопориб. И в этом исследовании было показано больше, чем два раза преимущество выживаемости без прогрессирования у пациентов, которые получали данную терапию. То есть более пяти лет без признаков прогрессирования живут почти 50%. Конечно, лучший ответ наблюдался при полном ответе, то есть 52% пациентов у нас без признаков прогрессирования находятся более пяти лет. И влияние операции интервала времени проведения оперативного вмешательства и объема оперативного вмешательства. Конечно, достоверно лучшие результаты были отмечены при первичной цитаредукции, но в группе Аллопориба были отмечены достоверно лучшие результаты и при интервальной цитаредукции в отличие от плацема. Та же самая ситуация относительно и объема оперативного вмешательства, то есть без остаточной опухоли, как во всех исследованиях, которые мы видели. Вы уже вышли из регламента, у вас уже плюс 3 минуты, 2,5 минуты. В заключении какое лечение мы все-таки выбираем нашим пациентам. Если у нас есть Берсей мутация, больная не получала Биоцезумаб, мы можем назначить Аллопориб. Если пациентка получала Биоцезумаб с Ашерди негативным статусом, мы выставляем Биоцезумаб. Если у нас пациентка с Ашерди позитивным статусом и Берсей позитивным добавляем Аллопориб, а вот Ашерди позитивный и Берсей негативный статус, здесь мы видим хорошие результаты лечения от комбинации Биоцезумаб с Аллопорибом. Ну и в этой группе Берсей мутированной тоже мы видим достоверное преимущество Биоцезумаб с Аллопорибом. Но пока данная опция у нас не одобрена в России. Итак, уважаемые коллеги, благодарю вас спасибо за внимание. Всем!